Приходилось собеседование в последний день, когда это было возможно, и как только ты заходишь в МЕС и посмотришь огромное количество людей, которые хотят поехать на фестиваль, человек на 100 стоит толпиться в коридоре с листочками, со справками, со своими достижениями, медалями, и ты такой ждешь, просто думаешь, как же, чем я лучше. Я почему-то с самого начала чувствовал в себе, что я могу, я чувствовал в себе потенциал, и мне кажется, члены комиссии, когда меня отбирали, его почувствовали впоследствии, я понял, что все мы собрались на фестивале абсолютно не зря. Мне кажется, что все было достойно, то есть был проведен хороший отбор из такого количества, там больше тысячи человек, которые претендовали, поехало всего в 100, понятно, что это, наверное, ну как бы не совсем правильно хотелось бы больше, да, но так сложилось, вот так есть, вот, а в эту сутку как раз попали люди, которые действительно достойны. Встреча с губернатором запомнила следующим ключом. Мне показалось, что губернатор был очень прост в общении с нами, не было четкого разграничения между нами и им. Очень важно, что губернатор уделил вопросу молодежи и вопросу нашего пребывания на семейный фестивале молодежи студентов такое значение, что он, во-первых, проводил нас на пустынные слова, да, и, во-вторых, он приехал к нам и еще раз побеседовал с нами. Я считаю очень важно, что губернатор уделяет внимание молодежи, потому что это двигатель прогресса и двигатель развития региона. Это в его стиле. Я так думаю, что человек, он молодой, поэтому он понимает, что основная опора должна быть на тех людей, которые в будущем будут решать судьбу. Насколько он мне это говорил, да, и в прессе говорил, что ему очень понравилось, он даже во многом не ожидал, что действительно будет такой формат очень интересной заинтересованности, грамотных людей. Приезд в заселение настолько шокирующий, как и приезд в Нижний Новгород. То есть ты приезжаешь, тебя ждет солнышко, тебя ждет тепло, тебя рады видеть, это впечатление. Это сразу создает тебе совершенно иной настрой, настрой к работе и настрой к тому, чтобы восхищаться тем, что было сделано на летном фестивале. Совершенно обратная реакция, когда ты приезжаешь в Нижний Новгород, в холод, в снег и в небо и серость. От этого ценно то, что было так, чем более. Сочи встретил меня жарой, потому что в Нижнем Новгороде уже тогда погода не особо радовала, а тут уже туда приехал, и такая тепленькая погода. Мы с друзьями сели в футболочках, отдыхали и думали о том, что нас ждет на фестивале. Более того, погода была настолько хорошей, что в первый же день мы смогли уступаться в море и еще чуть-чуть, на капельку продлить вот это ощущение лета. Ну, сначала мы с моими друзьями решили испробовать фестиваль со стороны отдыха. То есть мы посетили гиберспортивные соревнования, мы сходили, мы покатались на кальках и самое приятное, что было это антистрессовые раскраски. Потом после этого дня мы поняли, что мы в пустую провели первый день Всемирного фестиваля молодежи студентов, и поэтому в следующий день мы уже активно записывались на лекции. Побывали на лекции Грепа, Никипрова, Орешкина, еще нескольких молодых предпринимателей. Пожалуй, самой яркой тусовкой фестиваля была тусовка, которую организовал Петр Нарич. И на его концерте было весело, именно та атмосфера, которая меня, по сути, заезжает. Пожалуй, именно концерт Петра Нарича он вдохновил, он раскрыл, позволил мне расслабиться. Ну, это что касается именно выступления гостей. Ну, и, конечно же, те тусовки, которые были у Нижегородской делегации. Мне очень понравилась встреча, когда наш министр образования Сергей Васильевич Наумов под гитару пел с нами песни. Мне эта атмосфера тоже очень близка, поэтому, пожалуй, еще и вот эта встреча тоже была очень классной. Мы в первый день познакомились с австрийской делегацией, и всю следующую неделю мы гуляли с ним по Сочи, гуляли с ним по Лимфийскому парку и знакомились с другими делегациями. Также очень хотелось бы отметить гостеприимство и дружелюбие делегаций из Босини и Герцеговины. Там познакомились с некоторыми девушками, которые рассказали нам об особенностях этой страны, о культуре этого народа. И мне кажется, мы будем в дальнейшем поддерживать отношения, потому что подписались друг на друга в инстаграмме и переписываемся сейчас. И когда мы поехали, когда уже отправлялись домой, они нам пожелают счастливых путей, и мы ждем их в марте в гости. Мне кажется, вообще это здорово. Наш тренд посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации, господин Мантура. И то, как он с нами общался, обычным, простым языком, человеческим, как, можно сказать, как друзья. Мы с ним общались, мы ему говорили, что-то он параллельно что-то записывал, давал какие-то указания своим подчиненным. То есть он прислушался к нашим идеям. Вот это меня обрешает. Я раньше думала, что я знаю о том, что такое патриотизм. Я думала, что патриотизм это то, что ты любишь свою родину, любишь правительство, разделяешь его интересы и, собственно говоря, идешь с ними наравне. Но после того, как Путин Владимир Владимирович произнес свою речь на открытии, я поняла, что я не могу рассказать о патриотизме до того, как мне прочувствую это. Эммонса от фестиваля – это как очень хороший чай, вкусный, или как очень выдержанное, дорогое вино. Оно настоящим послевкусием раскрывается уже после своего окончания. И вот только сейчас приходит осознание грандиозности того, что произошло, и только сейчас те зерна, которые были посажены, они начинают давать плоды, появляются мысли, желания и страсть работать дальше, трудятся на благо нашей страны, на благо молодежи. Знаете, самое главное – это то, что с каждым днем я все больше ощущаю масштаб событий. Я понимаю, что такая удача, что я попал туда, что совершенно не каждый человек имеет возможность попасть на такой фестиваль. Я понимаю, что через несколько лет я уже буду вспоминать и рассказывать своим друзьям, знакомым о том, где я побывал, что это такое было, и это, я считаю, этот фестиваль, он останется в моем сердце, на всю жизнь. Такое грандиозное событие невозможно осознать в момент, как ты находишься именно на нем. Именно когда мы ехали в поезде, уже после того, как отгремела церемония открытия, отгремела церемония закрытия, я понял, на каком важном событии в моей жизни я был. Вы только подумайте, на земле уже живет более 7 миллиардов человек. Но сколько из них молодых людей? Миллиарда 2-3. И из такого огромного количества людей собралось всего лишь 30 тысяч. Я чувствую невероятную гордость за страну, что мы так приняли этот фестиваль. Невероятную гордость за себя, что я смог сюда попасть. И я надеюсь, что вместе вот эти 30 тысяч человек сделают этот мир, эту планету лучше для миллиардов-миллиардов людей, которые будут населять нашу планету в будущем. Это одно из самых ярких событий, которые мы принесем через всю жизнь. Когда я вошла вчера на кафедру в общественной социальной работы, где я училась 6 лет, завкафедра спросила меня, ну как фестиваль? Мы разговорились, я рассказала, что это было вот так ярко, это было прекрасно. Это самое лучшее, пожалуй, что случалось со мной за последние несколько лет. И она говорит, вот ты представляешь, я была той самой первой участницей того самого первого всемирного фестиваля молодежи студентов в 1957 году. Дальше мы немножко прослезились, потому как для обеих из нас это что-то волнительное. Это то, что она пронесла через всю жизнь. Это то, что я пронесла через всю жизнь. Это то, что нас объединяет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова